Сайт сегодня.ру опубликовал документ, из которого следует, что США поставит на Украину 52 глушителя и 15 ремкомплектов для крупнокалиберной снайперской винтовки Барретт М107. Госдеп одобрил это с тремя условиями, а именно, перед началом поставки предоставить серийные номера глушителей согласно правилам проведения торговых операций военного значения, предоставить подтверждение от конечного получателя, что глушители были получены. И, наконец, глушители должны быть поставлены именно тому получателю, который указан в пункте номер 14 и никому иному. А в пункте номер 14 конечным получателем обозначена Национальная гвардия Министерства внутренних дел Украины. Американские инструкторы уже работают в рядах ВСУ и Носгвардии. И как раз там поставлена задача подготовить около тысячи бойцов разных профессий. Вот наверняка вот эти 52 винтовки, они предназначаются для будущих выпускников вот этих курсов, которые уже сейчас проводят американские инструкторы. Да, цена вопроса всего полмиллиона долларов. Но здесь важно, что исходная документация с визой госдепа раскрывает всю схему поставки. Изготовитель компания Barrett Firearms, экспортер AMI Global Security. Вывоз с территории Соединенных Штатов осуществляется через аэропорт в Нью-Йорке или через Портленд, штат Орегон. Далее посредник. В этой сделке им должна стать болгарская компания Balcomers, зарегистрированная в Софии. Скорее всего, ее включили в схему, чтобы замести следы. Мало ли что поставляет Америка своим союзникам по НАТО. Никто не обратит внимания на еще один грузовой контейнер. А вот из Болгарии на Украину глушители могут уехать уже под видом каких-нибудь автозапчастей. Что же касается использования Болгарии как страны-транзитера, то могу сказать, что на протяжении последних как минимум 20 лет территория Болгарии использовалась для различного рода оружейных сделок, где необходимо было прятать концы. И сегодня совершенно очевидно, что та же самая схема используется для того, чтобы через болгарский транзит, через болгарский канал шел трансфер американского оружия непосредственно с территории США. В Болгарии, естественно, не все это одобряют. Лидер националистической партии Атака Волин Сидеров на одном из местных телеканалов обнародовал видеозапись, на которой видно, как грузовики перевозят автомобили УАЗ с украинскими флагами на стеклах. Что же касается снайперских винтовок Барретт, их трудно отнести к оборонительному вооружению. Калибр 12,7 мм, прицельная дальность 1800 метров. Основное назначение, в отличие от обычного снайперского оружия, это борьба с небронированной или легко бронированной техникой, повреждение антенны радиолокаторов противника, подрыв боеприпасов и мин с безопасного расстояния. Использование винтовок на линии соприкосновения на Донбассе способно нанести серьезный урон живой силе ополченцев и привести к новым жертвам среди мирного населения. Поэтому поставка такого вооружения, очевидно, нарушает букву и дух минских соглашений. Это уже не первая партия летальных вооружений, которая поставляется через Болгарию американскими фирмами на Украину. Во-первых, факт поставки глушителей и соответствующих рекомплектов говорят о том, что указанные снайперские винтовки уже находятся в подразделениях Национальной гвардии Украины. А ведь были уже и штурмовые натовские винтовки М-16, которые бойцы ДНР находили в терминале Донецкого аэропорта. Получается, что поставки стрелкового оружия начались как минимум несколько месяцев назад. Но Вашингтон по-прежнему заявляет, что не намерен поставлять Украине наступательное вооружение, так как конфликт на Донбассе нужно решать дипломатическим путем. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест на саммите G7 в Баварии. Но ведь и раньше Вашингтон долго и упорно отрицал свое участие в организации госпереворота на Украине.